Есть ли у вас еще пальто из верблюжьей шерсти, которое вы купили, чтобы в первый раз прийти к Каравяну? Нет, мне было тогда 29 лет, я был значительно тоньше. Я его хранил около 4-5 лет, но я очень хорошо это помню. Это было в Мюнхене, зимой. Я тогда готовился, чтобы пойти в первый раз к маэстро Караяну. Вы начали очень рано заниматься музыкой. Во сколько лет? В 5 лет. Моя мать не была музыкантом, но всегда интересовалась музыкой. А я имел привычку, сидя за столом, изображать игру на барабане. И она как-то сказала отцу, все говорят, что он очень хорошо играет и должен купить ему настоящий барабан. И когда я его получил, это было самым прекрасным подарком. А спустя 2 месяца меня привели к учителю по скрипке. Поначалу я изучал персидскую музыку, что было весьма полезно, потому что персидскую музыку нужно играть ушами, а не глазами, а это очень воспитывает слух. Ведь в персидской музыке, кроме обычных тонов и полутонов, используются также и четверть тоны. То есть я сегодня могу эти четверть тоны даже спеть. И даже моя мама, когда пела, она легко воспроизводила эти микроинтервалы. Мои русские учительницы по фортепиано хотели, чтобы я стал и пианистом, но я был уже скрипачом. И на скрипке я в 12 лет уже выступал с оркестром. И меня очень любили. В 15 лет меня услышал знаменитый Иегуди Минухин и сказал «О, он сделает карьеру скрипача». И спросил меня «Хочешь ли ты этого?» А я ответил «Нет, я хочу быть композитором». И я тогда действительно сочинил много пьес для хора и сам же дирижировал им. И тогда директор консерватории сказал «Да, он должен писать музыку. Это его призвание». Я себя не ощущаю ни персом, ни европейцем. Я себя ощущаю музыкантом. Все же одинаковы. Я дирижировал 120 оркестрами в своей жизни. У всех один и тот же менталитет. Я дирижировал у вас в Петербурге. До этого я продирижировал шестью оркестрами в Китае. И я вам скажу, у меня чувство, что мы все одной национальности. Но в одном из интервью вы сказали, что у вас восточный менталитет. Что это такое? Видите ли, маэстро Гергиев тоже имеет восточный менталитет. На Востоке важны мелочи. Например, на Востоке люди вежливее, чем на Западе. Будь то Германия, Франция или Англия, Америка. Очень важно уважение. Так для нас учитель навсегда остается почти что божеством. Даже если он уже не может работать. В то время как на Западе человека, который утрачивает свое влияние или популярность, часто забывают. А у нас уважение впитывают с молоком матери. Поэтому те 13 симфонических поэм, которые я сочинил, называются «Моя мать Персия». Меня спрашивают в Тегеране, почему «Мать Персия», а не «Отец Иран». Потому что моя мать была со мною всюду, где бы я ни жил, и она была для меня Персия. Должен ли оркестр любить дирижера? Нет, он должен его уважать. Это значительно больше. Любовь поверхностна. Некоторые, знаете, ходят с артистами оркестра пиво пить, а после концерта они с ними ругаются. Мне значительно важнее видеть лица музыкантов, когда они после концерта подходят и благодарят. Ни Караян, ни Гергиев никогда не кричат и не ругаются. Они не нуждаются в этом. И я должен сказать, что если в 20 веке лучшим определяющим дирижером был Караян, то в 21-м это Гергиев. Его ни с кем не сравнить. И если кто-то скажет, что он ничего не понимает в дирижировании... А что, есть такие люди? Идиоты на Западе, которые ничего не смыслят, но пишут в газетах. Я вам скажу, по-настоящему судить о дирижере может только другой дирижер. Гергиев — это художник. Он готовит музыкальное произведение, как ткут ковер. Если он говорит во время репетиции контрабасом «Ты пойди туда, ты поменяй место», это значит, он смешивает краски. Приезжая сюда, вы рискуете? Да, я даже заплатил за это. Словацкая филармония, в которой я дирижировал 31 год, отменила мой концерт. В Лондоне тоже. Важен ли для вас жизненный комфорт? Нет, я мог всегда им пользоваться, но никогда не стремился к нему. Хороший артист должен жить скромно. Я не люблю отпуск на солнце, например. Жаль времени. Я сочиняю или пишу картины, делаю дизайн помещений. Это мое хобби. Например, дом в предместе Вены, где я живу. Старый дом. Ему более 200 лет. Но он внутри перестроен. По моему проекту. Я доволен всем тем, что у меня есть. Мне больше и не нужно. Знаете, когда мне было 12 лет, я зарабатывал уже много денег. На телевидении, радио. Я стал знаменитым. И моя мать мне говорила, я не хотела бы видеть, что ты бежишь вслед за деньгами. А что касается кухни, напитков? Я люблю готовить, но только тогда, когда мы ждем более 20 гостей. Однажды я один приготовил угощение в течение двух дней на 70 человек. И я это делаю охотно, но никогда для самого себя. В одном из интервью вы вспоминали слова вашей мамы. Тебе нужно заботиться только о том, чтобы давать. Все остальное ты получишь обратно. Сбывается это? Да, на 100%. То же самое я говорю своим детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова